Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы хотим реализовать новый формат, которого еще на нашем канале не было. Мы посмотрели в выпуске первого канала «Поедем на дачу с Наташей Барбье и Ларисой Гузеевой» и поняли, что, наверное, мы можем реализовать этот формат гораздо лучше. К сожалению, поучаствовать в данных программах у нас не получилось. Мы предоставили растения для посадки в садах Алисы Френдлих и Нины Усатовой. Сами решили приехать к нашей знаменитости. В Фейсбуке этого человека знают очень хорошо. Это большой настоящий журналист, учитель немецкого языка, публицист, писатель, мега-мега-блогер и большой-большой вообще специалист по вопросам, проблем с женщинами. Это Малка Лоренц. Здравствуйте, Малка! Привет! Малка Лоренц. Преподавала немецкий язык на филфаке Университета Санкт-Петербурга. Автор оригинальной методики обучения немецкому языку. Родилась и живет в Петербурге. Малка. Настоящее имя – Кочетова София Олеговна. Российский блогер – ЖЖ Фейсбук. Писательница и журналистка. У нее изданы шесть книг. Каждую пятницу Малка отвечает на вопросы своих подписчиц. Не будучи профессиональным психологом, именно к ней множество женщин приходят со своими проблемами и рассказывают о том, что их волнует. Рассказываю. Это моя дача. Этот проект занял у меня два месяца моей единственной жизни. Я на этой даче буквально легла костьми, и все, что вы видите, сделано мной в эти рекордные сроки. Практически собственноручно посмотрите на эти руки. Это руки фермера. В целом, результатом я довольна, но он мне представляется каким-то несколько незаконченным. Поэтому я пригласила в гости садовый центр Европлант в надежде на то, что они мне помогут довести до совершенства мое творение. Я смотрю, вы решили полностью отказаться от огородничества. У вас тут нет ни теплички, ни грядочки, ни клубнички. И даже со смородиной вы поспешили расстаться. Со смородиной я поспешила расстаться, потому что мы не сошлись с характерами. Я никогда не выращивала еду, потому что мне это представляется бездуховным. Хорошо. Это мы тоже учтем, когда будем вносить поправки. Потому что, безусловно, они будут. У вас очень хороший вкус и, в принципе, сделано все достаточно неплохо. Есть ряд определенных ошибок. Я думаю, что мы сейчас с нашим дизайнером Натальей Изавидий, которая является и дендрологом, и ландшафтным дизайнером. И вообще... Его рядом премия Пион. О чем она просила не говорить. Да, меня, но не просила не говорить вас. Да, но тем не менее, да, Наташа, ты очень скромная, но извини, пожалуйста. Мы тебя очень любим. Я надеюсь, что ты поможешь нам определиться, чем мы можем Малке помочь. Да, да, да. И что мы можем сделать. А пока, наверное, отпустим ее дальше пить кофе, отдыхать, наслаждаться последними уходящими днями лета августовскими. И наслаждаться безделием впервые за этот сезон. В первую очередь, я хочу сказать огромное спасибо садовому центру Европлант, который так вовремя пришел мне на помощь. Потому что копать я могу, а вот соображать уже как-то хуже. Поэтому все, что я на своем участке напланировала, это все результат чтения каких-то садово-огородных сайтов и переработки этих знаний. Переработка получилась, прямо скажем, не очень. Мне кажется, что взгляд профессионала здесь с самого начала был совершенно необходим. И я очень рада, что профессионал пришел на помощь не слишком поздно, а ровно вовремя. Отлично, тогда приступаем. Отдыхайте. Спасибо. Наташа, ну давай, я не знаю, вот мы начали с тобой с этого угла. Здесь находится гортезия старинная, цены немалой. Ну, во всяком случае, она уже хорошо выросла, да, занимает определенный зеленый объем. Но единственное, я хочу сказать, что, конечно, за ней достаточно количество лет никто не ухаживал, поэтому обрезка ей нужна. Но сейчас мы можем в данное время сделать только санитарную чистку, убрать вот такие вот сухие ветви. А, в общем-то, глобально ее обрезать нужно будет после того, как она отсветет. Поэтому сейчас, да. То есть надо сформировать крону будет, да? Ну да. Дело в том, что когда мы сформируем правильно крону, у нее будет гораздо больше соцветий, они будут более мощные, и будет, конечно, она более эффектна. Ну и какая-то форма будет тоже более читаемая, скажем так. Скажи, пожалуйста, а вот эти вот молодые прикорневые побеги, их нужно удалять? Ну, смотря какие. Понимаешь, тут нужно вот убрать все маленькие, какие-то все кривенькие, вот какие-то, которые лезут во все стороны. Она очень загущена. Соответственно, нам ее, в общем-то, конечно, вот после цветения нужно будет достаточно сильно проредить, чтобы на следующий год были хорошие приросты этого года. Потому что, как сейчас ты видишь, они не так сильно выросли, поэтому... Будем работать! Давай, да, пойдем дальше. Что ты думаешь по поводу вот этой подпорной стеночки? Слушай, ну, понятно, что здесь использовался самый такой, в общем-то, подручный материал, тот, который, видимо, нашла наша героиня в процессе стройки, да, это вот обычные круглые камни, которые, в общем-то, в дизайне, ну, сам знаешь, использовать достаточно тяжело. Но, тем не менее, она как-то попыталась вот сделать какую-то подпорную стенку и высадила растения. Ну, что мне не нравится? Мне не нравится то, что здесь высажено на такой объем достаточно много растений, и не учтена их дальнейшая, как бы, сила роста, да. Просто мы здесь видим тую, мы здесь видим иву, грацелес, мы видим здесь спирею японскую, видим дерен, чубушник, и еще какие-то почвопокровные растения, да. Да, естественно, тут много кустарников, которые через, ну, достаточно быстрое время займут очень большой объем, все это перепутается, и растениям будет не очень комфортно друг с другом. Поэтому, конечно, нужно их проредить. Проредить, посадить реже? Посадить, да, и посадить какие-то растения, ну, может быть, это могут быть травянистые многолетники, которые потом сами уйдут, но при этом разрастутся кустарники и будут, в общем-то... Ну, смотри, а вот с точки зрения вообще вот этой подпорной, стеночка, она имеет место существовать в таком виде, потому что она закреплена раствором. Обычно в тех садах, в которые я ездил, везде присутствует сухая кладка, потому что это надежно, это все не будет разрушаться со временем. А вот такая конструкция, она простоит вообще? Слушай, ну, я не знаю, ее делали, как ее делали, поэтому надо смотреть. То есть, ну, я бы, вот на мой вкус, я бы все-таки посадила какие-то почвопокровные растения, которые бы немножечко эти камни прикрыли. Но, опять-таки, это, наверное, я не знаю, будет желание хозяйки, нет вот это сделать. Мне еще, знаешь, что тут не нравится? Мне не нравится, что здесь все это услано агротканью. Да, то есть я понимаю, что здесь вот есть сныть, которая достаточно, видимо, вела себя агрессивно, и Малка пытается это все как бы... Хвощич. Наташ, ну смотри, ну, мы всегда против агротекстиля в цветниках, потому что это, во-первых, не экологично, во-вторых, некрасиво, ну и, в-третьих, функцию свою он до конца не несет. Сорняки все равно сквозь него пролезают. Ну, это, знаешь, такая вот история, что если мы постелим агротекстиль, то нам можно будет использовать меньше мульча. Но на самом деле мульча, она же, в общем-то, несет совершенно определенную функцию. Да, это в конечном итоге перегной для земли. И, ну, в общем-то, подкормка для растений. Поэтому то, что мы сейчас вот видим, в общем-то, это неправильно, конечно. Наташа, дай мне, пожалуйста, тусикатор. Не могу смотреть на эту ветку черноплодки, которая давит бедную несчастную тую. Сделаем ландшафтный дизайн у соседей. Да, ну, начинаем прямо... С соседей. Ба-бам. Ну, тогда уже обрежь, пожалуйста, и соцветия у японской спиреи, потому что они уже отцвели, и, соответственно, сейчас нам совершенно не нужно, чтобы они тут сеялись в огромном количестве. Ну, вообще, сквозь себя, говорю, текстиль, они, конечно, не посеются, но я так понимаю, что такая проблема стоит. У тебя нехорошего мнения. Они найдут, куда им посеяться, конечно. Хорошо. Давай начинаем ошибки исправлять сразу же. Наташа, ну вот смотри, вот этот уголок, он такой достаточно милый. Можно сказать, что у хозяйки действительно хороший вкус. Сделано оно всё эстетически неплохо и с любовью. Единственное, меня, конечно, опять смущает качество этой подпорной стеночки, сколько она простоит. Это мы узнаем через несколько лет. Да, да. Полопается ли этот раствор и повалятся ли отсюда камни. Ну, пока вот вернемся, наверное, к растениям. Это, например, барбарисы, да? Это барбарисы Тунберга в сортах, да. Здесь кизильник горизонтальный. Ну, кстати, непонятно, как он себя будет вести. То есть есть участки, где он как-то себя хорошо ведёт, а бывает, что он совершенно не хочет жить. В общем, тоже нужно смотреть. Там Ива и здесь жевельник, да, который, в общем-то, потом, я так думаю, с возрастом будет немножечко закрывать эту подпорную стенку, что, опять-таки, на мой взгляд, кажется, что это будет хорошо. Меня немножко смущает, что у нас вот эти вот тёмные барбарисы на фоне тёмного забора. Поэтому, может быть, они будут так сливаться. Может быть, нужно больше зелени. То есть я не сторонница того, чтобы так большое количество красных, вот каких-то таких цветных растений высаживать на одном метре, скажем так. Хорошо, посмотрим, что с этим можно сделать. Да, да, то есть нужно разбавлять. Да, вот к этому уголку у тебя есть какие-то вопросы, претензии? Ну, мне сейчас нравится, как ведёт себя кизильник. Посмотрим, что будет на следующую лето. В общем, пока вот оно тут вот отчиток тоже, в общем-то, он сейчас... Ну, опять-таки, бордовый, да? Много бордового. Опять много бордового. Да, посмотрим. Ну, может быть, это опять-таки... Поскольку у нас это не профессиональный сад, это сад хозяйский, может быть, Малка так выражает какие-то свои эмоции. Почему нет? Она имеет на это право. Вполне. Да, попробую ей запрети. Конечно. Наташа, ну смотри, вот я сразу же недавно из сада Марины Шиманской, где растут замечательные скумпии, но это чуть ли не единственные скумпии во всей Ленобласти. И при этом те же самые краснолистные скумпии кожевины у Марины тоже не выжили. Как она ни старалась, ни пыталась. И мне кажется, что раз и Марининых скумпий краснолистные постигла безвременная кончина, то шансов между забором и домом на севере Ленобласти... Давай начнем с того, что здесь солнца почти нет. То есть это такое достаточно тенистое место. И опять-таки посажены растения, которые... Да, вот она их посадила только два месяца назад, поэтому они что-то из себя еще представляют. Но если мы их не уберем, то на следующий год они будут выглядеть, конечно, очень тут бледно. Я имею в виду гелениум, да, конечно, скумпия, конечно, отчетки. Их надо убирать в более солнечное место. Потом будет опять-таки, видишь, посажен дерен, маленький, аккуратненький, посажен рядом хоста. Да. Через несколько лет что тут будет? А что тут будет? Тут будет один дерен. Так, да, дерен... Слушай, варегатный дерен, он же не очень агрессивный. Я вообще не знаю, как он себя чувствует. Смотря какой сорт. Он бывает очень агрессивный. А мы тут не знаем, какой сорт. А мы не знаем, да. Малка не знает, какой сорт. Да, ну, то есть смотри, хосты, как мы понимаем, пересаживаются достаточно легко практически в любое время лета, да. Мы это даже можем сделать. Поэтому мы можем оставить на какое-то время вот так это, но в голове мы должны держать, что через энное количество лет мы должны это будем пересадить. Ну, и мне кажется, с точки зрения эстетики, слишком много варегатных растений на маленькую площадь. Варегатные хосты, варегатный дерен. И рядом краснолистные скумпии. Мне кажется, немножечко есть какой-то цветовой диссонанс. Ну, вот мне кажется, это такое, знаешь, хозяйское. Вот именно вот такое яркое, острое, может быть так. Борщ. Немножечко, немножечко борщ. Ну, в любом случае, гелениум мы убираем отсюда, скумпию, конечно, тоже мы уберем отсюда. Хорошо, да. Давай поищем. Может быть, мы найдем место для скумпии, где мы сможем дать ей хоть какой-то мизерный шанс. Вот, и еще хочу обратить внимание. Вот видишь тут барбарис краснолистный, видишь, что в тени с ним стало? Он практически превратился в зеленый. Ну, как известно, все растения краснолистные становятся зелеными, потому что им надо больше. Грязно-зелеными некрасивый грязный цвет, зеленый получается. Поэтому барбарис мы тоже, конечно, должны убрать. В общем, здесь имеют право быть только хосты. Ну, почему? Вот изра... Нет, из Палахи здесь сидит, да. Ну, хосты, дерен, почему? Чубушник тоже пусть растет. Чубушнику тоже, в принципе. В этой тени... Можжевельник, кстати, тоже можно тут оставить. Можжевельник тоже можно. Можжевельник оставим, да. Хорошо, пойдем дальше. Я смотрю, там есть какой-то намек на Прованс, на новую волну, что-то такое интересное. Наташа, слушай, ну, красиво же, да? Да, вполне. Буйно. И потом, мне кажется, это модно, как раз то, что сейчас все носят. То есть, деренник, шалфей, вероника. Гипсофила, полынь. Гипсофила, полынь. То есть, ну, да. Туя. Ну, туя, да. Я не знаю, как по поводу туи здесь. Ну, я так понимаю, что Малка хочет закрыть нелицеприятный соседский сарай. С этой целью он не выращивает такую небольшую стеночку. Ну, да, имеет право. Да, но вопрос есть вот к дереннику. Да, потому что здесь достаточно засухоустойчивое растение. Мне вот было странно, да, что деренник тоже здесь вот достаточно себя хорошо чувствует. Но Малка нам открылась кред. Она его постоянно поливает. Поэтому я про то, что если мы хотим все-таки сделать сад минимального ухода, то мы должны подбирать растения именно к определенным участкам определенные растения. Знаешь, как говорят, нет плохих растений, есть неправильные места для них. То есть мы можем всегда найти для определенного места определенное растение, которое будет себя хорошо чувствовать с минимальным уходом. И это, в общем-то, основная задача. Конечно, да. Мы, в принципе, этого и добиваемся. Наташ, ну смотри, участок совсем маленький. Практически его за две минутки целиком обошли. Это шесть соток в садоводстве. Здесь уже начинается сосед. Там уже начинается сосед. Я не знаю, Малка решила оставить вот это вот место открытым. Хотя, мне кажется, может быть, стоило бы здесь посадить какую-то живую изгородь. Она же сказала, что у нее хорошие отношения с соседями. Пока же. За два месяца. Это ее право. Пусть пока будет, наверное, так. В Туе, в общем-то, нет нареканий к ним в достаточно приличном состоянии. Ну, Малка яркая женщина, поэтому у нее все ярко, все контрастно. В общем, единственное, что, опять-таки, вот меня знаешь, что смущает в этой композиции? Вот эта замечательная пестролистная травка. Да, это фолярис, да? Да, конечно, которая, она очень буйно растет. Поэтому, конечно, если мы ее здесь оставим, то через какое-то время практически все вытеснит эта трава. Собственно, так же, как и здесь. Поскольку здесь очень много камней, то потом в дальнейшем уход будет за вот этим местом очень сложный. То есть и фолярис разрастется, и камни тут переплетутся с корнями его. Будет, в общем-то, скажем так, очень уходно. Очень уходно. Скажи, а если, например, вот этот фолярис отправить на подпорную стенку, которую мы проходили? Хорошая идея, кстати, потому что, ты же помнишь, там очень много бордового, и попробуем на контрасте кто кого. И там некуда ему будет деваться и сорить. Да, давай попробуем. Не полз ты ни в газон, ни под камни. Да, 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 да. Я думаю, что мы улучшим эту композицию. И волки сыты, и овцы целые. Пересадим. Будем делать так. Потом, что еще мне не нравится? Вот смотри, вот эти вот камни и газон. Вот это вот тоже вот такая очень спорная, коварная тема. Видишь, даже сейчас она косила газон, и вот тут вот очень его тяжело косить. Надо триммером проходить. Ну, это тоже лишний труд, лишние телодвижения, в общем-то, от которых, конечно, нужно даже и на шести сотках. Есть прекрасно много других занятий. Ну, для шести соток здесь вообще газон многовато, так, по чесноку. Да, и он, конечно... Ну, мы понимаем, что это только посаженный газон, да, то есть к нему тоже много вопросов. Ну, будем надеяться, как там, 200 лет, и все будет хорошо? 200 лет, да. Хорошо, вот смотри, слушай, я вижу большое поле для нашей деятельности, огромный кусок газона партерного, который, ну, туда просто напрашивается хороший цветник, а там сидит что-то такое достаточно... Ну, там котовник, шалфей, в общем, тоже в тренде растения. В тренде, да, но они какие-то такие сиротливые. Давай им найдем спутников. Мне кажется, что мы можем здесь развернуться. Конечно. Показать все, что мы умеем. Конечно. Пойдем к нему. Ну что, царство котовника, да, в общем, имеет право, но меня немножко смущает вот этот вот кустик замечательный. Чубушник. Чубушник, да, который вырастет потом, сорт мы не знаем, но он может и пять метров вырасти. Причем пять метров в высоту и метр четыре в ширину. Да, в ширину, поэтому, естественно, мы отсюда его будем убирать. Любимый Малкин дербенник опять. Ну, уже, да хорошо. Ну, нравится человеку дербенник, мне тоже нравится. Да, мне тоже они нравятся. Лилейник, тысячелестник. Есть поле для творчества. Мы подсадим других растений сюда, чтобы в течение всего лета это было декоративно, даже, может быть, и весной. Ну да, мне кажется, это очень удачный угол. Потому что, смотри, здесь барбекю, там вообще такая входная зона, партерная. Здесь пусть будет партерный газон, мы его немножко оставим. И закроем вот этот вот люк, люк септика. Попробуем, да, закрыть люк. Обыграть его растениями. Ты не забывай, что здесь у нас еще что? А, у нас еще здесь ива. Конечно, которая тоже вырастет. И будет, в общем-то, доминантой в какой-то степени очень такой. Слушай, ну это самострегущаяся ива, как ее называют. Да, она будет самострегущаяся. Конечно, это будет такой большой шарик. Это иволомка сортбулата. Да. Надеемся, что сортбулата, по крайней мере, по внешним признакам. По внешним признакам. Ну, тут, видишь, тут будет шарик от земли практически. Потому что она уже сейчас идет. А, ну так, в принципе, нам это и нужно. Да, да. Чтобы он до высоты забыл. Мы как-нибудь это обыграем, да, попробуем с чем-то посочетать это. Ну, вот смотри, тут уже балка разложила шлангом нам примерно площадь, которую можно занять растение. Чтобы мы тут не размахнулись и весь газон у нее не уничтожили. Как известно, у всех начинающих садоводов есть большая любовь к газону, которая с годами проходит. Но пока не прошла, да, сохранилась часть газона. Слушай, ну и мы не можем не затронуть вот небольшой цветничек напротив. Ну, это любимые камни, да. Это любимые камни. Куда, в общем, даже как-то вот отчиток вот так вот оплетает. Ну, да, ну ты понимаешь, это опять же-таки какая-то такая горка. Это альпинарий, который сейчас... Собачья могилка. Собачья могилка, да. Да, пирожок. Ну, мы не можем здесь создать красоту, а там оставить кладбище. И опять, кстати, любимый чубушник, да, вот в этой горке, который, в общем, тоже, конечно, через некоторое время здесь занят все место. Функционально здесь не камильфо, зато мы знаем, что посадить на место скумпи. Да, попробуем. Ну, смотри, мы с тобой уже, можно сказать, определились. И давай в следующий раз уже приедем. И начнем портить газон. Да, и начнем портить газон, выберем растения. У нас в Европланте работает замечательная девочка, которая может графически все это нарисовать. и изобразить на фотографии, как будет выглядеть будущий цветник. Эту, между прочим, услугу в Европланте делают абсолютно бесплатно всем клиентам. Так что, да, она не будет стоить не только для омалки ничего, но и ни для кого ничего. Ну, я надеюсь, Наташа, что ты сильно Европланта на растение не разоришь, потому что я хочу, чтобы люди увидели, что можно сделать за относительно небольшие деньги хороший цветник. Я буду бить тебя по рукам. И если ты нас сильно ограбишь, потому что пока что мы не первый канал, и я не Наташа Барбье, а ты не Лариса Гузеева. Но у нас впереди большое светлое будущее, безусловно. Хорошо, давай попробуем. Ну что, мы решили сделать в саду-умалке практически переделку, если не всего участка, то очень многих ее зон. Здесь будет цветник, который спроектировала наш дизайнер и дендролог Наталья Завидий. Я его называю цветник здорового человека. А здесь у нас будет тот цветник, который мы помогаем сделать по дизайну Малки Лоренс. Она очень дорожила камнями на его участке. Ну, возможно, это продиктованное гением места. Мы все-таки находимся на Карельском перешейке. Здесь действительно очень много красивых камней, которые выходят из земли. И многие садоводы не считают возможным от них избавляться, а использовать их в оформлении участка. В том числе Малка оказалась в этом неоригинально. Она сказала, что камни мне нужны, я хочу, чтобы они в дизайне были. И мы решили, что Наташа проконсультирует ее, как лучше это благоустроить, какие растения хорошо сюда посадить. А дизайн полностью этого цветника будет осуществлять сама Малка Лоренс. Ну, она очень любит вообще в принципе все делать своими руками. Это человек, привыкший вообще обходиться минимумом помощи. И поэтому у нас будет фактически таких два объекта. Цветник от Европланта и цветник от Малки Лоренс. Ну и помимо этого еще какие-то уголки мы дополнительно тоже оформим. Сегодня у нас пошел второй съемочный день. Мы уже провели определенную большую подготовительную работу. Я вчера весь день собственноручно таскал эти камни, потому что мы решили сделать минимум применения рабочей силы, чтобы, во-первых, вы смогли это повторить сами, если захотите. Ну и показать, что для этого не нужна какая-то большая бригада людей, которые смогли бы справиться с этим объемом работы. Он не такой уж и большой и пугающий, как многим кажется. Поэтому все вот эти камни, которые лежат здесь, перетащены собственноручно лично моими руками. И, как ни странно, я до сих пор жив и функционирую. И сегодня мы продолжим функционировать. Приехали. Ну что, все, да, доехало замечательно. Хорошо, что мы не стали это вести на своих маленьких машинках, потому что оно пришло все в товарной кондиции. Да. И наш цветник, возможно, будет даже красивее, чем он был на визуализации. Посмотрим. Ну, учитывая, что мы с тобой еще расщедрились и накопали из собственных садов всякого Пита Удульфа. Да, давай будем держать интригу. Да, да, да. А что приехало? Наташа, а ты помнишь вообще в лицо, что приехало? Я помню Вероника Струн, помню Герань. Злаки. Помню Вербену Бонарскую. Да, да, да. Злаки приехали, Крушина приехала, Короставник. Ну, утром все. Субтитры сделал DimaTorzok Наталья Завидий, наш дендролог и ландшафтный дизайнер, согласилась спроектировать цветник. Я вам напоминаю. И у нас уже сегодня второй этап. Первый, мы подготавливали поле деятельности. Второй, мы сделали расстановку. Это правильно называется? Расстановка, Наташа? Да, да. В общем, мы расставили все растения совершенно не согласно тому плану, который мы делали, потому что клиент нам попался капризный. Поэтому пришлось что-то подкорректировать. Здесь это было не так. Здесь это было не так. Тоже... И это тоже как бы не получилось. Поэтому всегда приходится, я так понимаю, достаточно часто такая история происходит. Что-то нарушает план и приходится корректировать уже на месте. К сожалению, да. Но есть просто какие-то такие, знаешь, глобальные перемены, на которые я уже пойти не смогу. Да? Вот у нас же мы же... На это я пойти не смогу. Не смогу, да. То есть буду отстаивать свою точку зрения до конца или уже просто откажусь делать. Да. Ну, у нас тут главным образом что? Во-первых, у нас поменялась геометрия участка, потому что Малка захотела более плавную линию цветника. И, во-вторых, мы решали проблему технологическую с септиком, которому нужно было все-таки предоставить пространство для его пользования, оставить техническую дорожку. Все это мы учли. Ну, к сожалению, сейчас она не очень презентабельно пока выглядит, но мы здесь посадили Стефанандру, которая, в общем-то, со временем прикроет вот это вот. У нас есть вот эта вот история, которая практически в центре всей композиции, и нам ее как-то нужно было задекорировать. Это, в общем-то... У нас было мощение, причем оно было достаточно сложное. У нас был уголок цветника, который Малка не захотела убирать. То есть мы буквально чуть-чуть что-то подкорректировали, да, ну и добавили своих растений, которые, я посчитала, что здесь, в общем-то, могут быть. Слушай, ну ты вообще, на самом деле, Наташа, разорила Европлант. У нас, по-моему, смета по одним растениям увеличилась чуть ли не до 45 тысяч. Ну, а что мы хотим? Да. Ландшафт дело не дешевое. На какие жертвы приходится идти ради того, чтобы угодить прекрасной женщине Малки Лоренс? Вот. Ну, она достойна и большего, скажем так. Здесь, вот смотри, ты выбрала очень необычные сорта гортензий. Я не стала брать вот эти пышно цветущие гортензии, да, которые, в общем-то, вырастают с огромными плотными кистями, потому что мне хотелось создать достаточно легкий цветник. И мне, ну, я подумала, что вот эти гортензии, сорт конфетти, сорт, замечательный сорт остель грин, ливана, это те гортензии, которые, в общем-то, имеют право быть в таком цветнике. А что вот вообще вдохновило тебя именно на этот цветник? Ты откуда-то подчерпнула эти идеи? Может быть, где-то ты что-то подобное? Ты в голове своей что вообще держала? Ну, это же нельзя назвать и новой волной? Ну, в общем, да, это, ну, скорее, что-то такое. Я хотела... Какой-то фьюжен прямо. Я, ты знаешь, на самом деле, меня, я тебе скажу, что вдохновило вот этот вот темный дом, который как-то хочется на фоне вот этого темного дома, хочется что-то такого белого, что-то хочется сиреневого, голубого, ну, вот такая вот гамма, и хочется что-то мелкого. И еще, поскольку все-таки мы живем на северо-западе, у нас бесконечные ветра, да, и хочется тоже это как-то обыграть, чтобы это было в плюс, поэтому у нас тут достаточно большое количество злаков, которые на ветру, вот, даже сейчас, пока они еще не посажены, посмотри, как они сдувают. Ну, да, мы поставили в горшочках это все, а оно все у нас стало падать, но получится все прекрасно, я думаю, что когда мы посадим эти растения, наведем здесь глянец, вообще будет картинка совершенно космическая. Я думаю, что все соседи будут приходить и радоваться, правда? Ты знаешь, я бы хотела, потому что мы с тобой уже вчера гуляли, помнишь, да, смотрели садоводство, то есть мы находимся в достаточно старом садоводстве, здесь маленькие участки, шестисуточные, и, ну, мало, конечно, к кому, может быть, даже, ну, не будем говорить, там, приходили ландшафтные дизайны, не приходили, мы смотрели на эти садики, они милые, они милые, но, в общем-то, я своим взглядом, да, вот обращаю внимание, что я вижу красивое растение, да, там, красивую лилию, красивую гортензию, красивый, там, флокс или что-то еще другое, но когда ты начинаешь уже смотреть что-то, в общем-то, все это рассыпается. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы люди бы пришли, посмотрели, что можно и не только вот такие делать, достаточно уходные цветники, которые мы видели сейчас у соседей, да, и, в общем-то, ведь, по сути, это будет не совсем уходный цветник, даже, вот, я хочу даже такую кромольную мысль озвучить, что если тут вырастет какой-то сорняк, мы можем его даже не заметить. Это хорошо. Это прекрасно. То есть он не будет, как бы, глаз мазолить нам. Да, да, это прекрасно, то есть, да, ну, понятно, что, в общем-то, какой-то минимальный уход должен быть, желательно, чтобы прошло какое-то количество, там, сезонов, там, один-два, чтобы все это сомкнулось, все это перемешалось, если было вот такое вот какое-то разнотравие. Ну, слушай, скажи, вот, с точки зрения ландшафта, у нас здесь наименований растений-то довольно-таки много. Вот в одной накладной я их вижу, 19 штук, плюс ты привезла со своего участка еще вот эти вот замечательные, с твоего позволения я назову их ромашками, потому что, да. Это калимерис, это очень хорошее растение, к сожалению, его очень редко еще используют в дизайне, поэтому я вот всем рекомендую, цветет очень долго, неубиваемое растение, переносит любую машину. Ну, они прекрасны. Мне кажется, что они, вот, без них бы все выглядело, да, да, не так прекрасно. И кровохлебку узнаю, душицу узнаю. Да, здесь различные. И вот еще, еще, еще душевик. Душевик котовников, да. Потому что это тоже будет такая вот история, достаточно легкие у них цветы, поэтому тоже они здесь будут вместо. Ну, набор растений очень интересный. Короставник, который тоже, в общем-то, достаточно редко сейчас используется, поэтому тоже я хотела бы его... Незаслуженно обижен. Да, почему нет, замечательное тоже растение, которое у нас хорошо. Ну, естественно, да, душица, котовник. Ну, мы потом, слушай, мы повесим картинку, подпишем обязательно все растения, потому что, ну, они все достойны, они все необычные. Вот, ну, тем не менее, у нас не получилось, что мы посадили все лучшее сразу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем-то, сознательно на это. Я понимаю, что будут вопросы. Мне скажут, что она у нас не зимует. Да, действительно, она может не перезимовать. Но вдруг будет такая же теплая зима, как и вот, которая у нас была. Ну, а если она не перезимует, ну, посмотрите, как она здорово выглядит. Нет, 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 я считаю, что она должна быть. У нас все-таки конец августа, скажем честно, у нас не все растения на пике декоративности сейчас уже. И, ну, мне кажется, что летники вполне имеют право на свое существование в подобном цветнике, тем более, ну, они прекрасно, прекрасно выглядят. То есть, я думаю, что ни хозяйка не обидится. Ну, я бы точно не обиделся. Нет, я их тоже, я тоже это очень люблю, но, к сожалению, это приходится у нас в нашем климате в расчете. Все, Наташа, давай скорее все посадим, наведем лоск, и хозяйка у нас уже в нетерпении, чтобы принимать работу. Вперед! Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, что я хочу сказать, пока никто нас не видит, кроме оператора, Я вот на этом участке немножко поработал, ну как поработал, вот это вы видите половину тех камней, которые я перетащил сюда своими руками. Задача была такая, Малка Лорен сказала мне, хочу горку, хочу горку и хочу использовать все камни. Скажем так, я не специалист по горкам, ну, по крайней мере, я пытался сублимировать все насмотренное в других садах и применить все свои таланты. У каждого камня было найдено его лицо, я практически всех их постарался положить плоской стороной вверх, чтобы по горке можно было удобно, во-первых, перемещаться. Она практически у меня сделана такими небольшими ступеньками. И с участка я собрал все растения, которые годятся для каменистых горок. Это, конечно, никакой не альпинарий, к альпам это не имеет истории никакого отношения, но тут есть суккуленты, ксерофиты, тут есть овсяница, тут есть кизильник горизонтальный, здесь есть можжевельник горизонтальный. То есть, в принципе, те растения, которые традиционно неплохо смотрятся на этом всем. Мне кажется, что получилось неплохо. Я надеюсь, что Малка будет довольна, потому что я под ее руководством, в принципе, старался это сделать. И посмотрим потом, когда покажем вам оба цветника, этот и тот, который сделал Анталий Завидий. Возможно, что зрители захотят выразить свое мнение. И, возможно, кому-то даже понравится больше мой цветник. Я рассчитываю на небольшую дискурсию в комментариях на эту тему. Субтитры сделал DimaTorzok Наташ, ну смотри, мы с тобой все, мы практически все сделали. Вот, по крайней мере, с этим твоим цветником замечательным он получился у нас, по-моему, в итоге почти в два раза больше, чем мы изначально планировали. Ну, мне кажется, получилось совершенно замечательно. Растения стоят все на своих местах, все логически обоснованы. Замечательно, что ты к забору посадила то, что хотела Малка. То есть Малка-то хотела у нас, конечно, высокую длинную тую вместо маленькой и круглой. Да-да-да, но мы ее отговорили. Я не знаю, конечно, понравится ей или нет, но увидим. Крушина ломкая? Крушина ломкая, да. Чем не туя? Вообще, слушай, удивительное растение. Совершенно невозможно определить для человека, который не очень в этом разбирается, вообще что это. Потому что листики такие маленькие, тоненькие, как хвоинки, она собрана в такой пучок. Согласись, что она хорошо. Она очень хороша. И она, скажи, она будет высокая? Нет, она не будет высокая, там в районе двух метров. В районе двух метров, ну, прекрасно. Она как раз будет повеличение забора. Ну, опять-таки, как я говорю, всегда есть секатор. Да, это понятно, да, секатор всегда. Слушай, ну, и еще там мы оставили Иву, которая здесь уже росла. Тоже нам Малка очень просила все-таки сохранить. Она хочет, да. И Ива тоже у нас, у нас все ломкое у забора. Ива тоже ломкое. Ива ломкое. Какая сейчас, говорят, самострегущаяся. Ну, мы ее, конечно, будем стричь, потому что, несмотря на то, что она будет себя стричь сама, я бы тоже посоветовала стричь, потому что ты же понимаешь, что это достаточно активное большое дерево. В общем-то, тут нужно его сдерживать очень сильно будет. Ну, не для того, чтобы сформировать крону, а для того, чтобы ограничить рост. Да, да. А в остальном она все равно будет... Шариком, конечно. Даже зонтиком, я бы сказал. Я думаю, что она будет шариком снизу, судя по ее вветвлению. Ага, потому что ветвица начала у корня, значит, это будет тоже у нас еще здесь такой хороший шарик. Ну, мы ее, конечно, при желании могли бы сделать и зонтиком, но пока что мы видим шарик. Ну, ты ее видишь шариком больше. Да, я думаю, что это будет шарик в ответ вот на ту шаровидную, которую мы посадили. Просто это будет такой чуть больше шарик. Ну, еще, да, я смотрю, ты, вопреки собственному проекту, немножко похулиганила, потому что где же была бы Наташа Завидея, если бы не притащила пион. Хотя Малка говорила, что пионы как бы, ну, не ее история. Я сюда принесла, уж не надо так сильно меня ругать, я сюда принесла видовой пион, тонколистный. Я думаю, что Малка на следующий год его оценит. Ну, по мне, так он совершенно не здесь, не препятствует идее. Здесь он будет абсолютно в тему. Ну, он, да, сейчас это что, это маленький такой пушистенький шарик, а весной, по-моему, из всех растений на участке, это, возможно, первый, который зацветет. Он будет, да, цвести здесь, наверное, самый первый, но мы можем еще Малке предложить, чтобы она осенью посадила луковичные растения. То есть можно посадить луки, здесь они тоже будут очень хорошо смотреться, и можно посадить какие-то мелколуковичные. Ну, видишь, Малка, да, я ей это предлагал, но она сказала, что я такая дачница, как бы, со стажем два месяца, и я пока еще не очень представляю, как я буду функционировать на следующий год, и захочу ли я сюда приехать, когда будет холодно, в мае, когда эти мелколуковичные цветут. Ну, у нее все впереди. Да, но пион она застанет, пион, я думаю, вылезет. Пион будет декоративен весь сезон, да, то есть даже несмотря на то, что он отсветет, это будет очень аккуратный куст, у него будут красивые семенные коробки, очень хорошие листва, тонкая, ажурная, так что он будет абсолютно в тему здесь. Хорошо, скажи, мы можем уже запускать хозяйку? Я думаю, что да. Да. Что-нибудь нам надо еще сделать? Может быть, попалить? Мы поливали, когда сажали каждое растение в лунку, собственно говоря, поэтому сейчас поливать можно, не делать этого. Все, хорошо. Тогда, Наташа, спасибо. Я очень тебя благодарю. Хочу, чтобы ты тоже спряталась, чтобы мы немножечко с Малкой посекретничали, или, может быть, помыли тебе кости, может, ей что-то понравится. Конечно. И она при тебе постесняется, но мне-то, ты понимаешь, выложит всю правду матку. Хорошо, договорились. Спасибо тебе огромное, Наташа. Всего доброго. До свидания. Малка, ну, я решил немножечко опустить вот этот момент, когда вы входите и ахаете, да, вот эту всю выпускную экспрессию. Я уже ахнула, я вошла и ахнула, да. Да, 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 ну, вообще, вот давайте по-честному, давайте по-честному, давайте вот без камер, которые сейчас работают, ну, как будто бы их нет. Их нет. Вот как вы это оцениваете? Я это оцениваю как полное, совершенно и абсолютно неожиданное великолепие. Я ожидала, что будет красиво, но не предполагала до какой степени. Что хочется сказать. Вы, наверное, уже знаете, Андрей, наверное, вам уже рассказал, что делалось одновременно два проекта. Один проект полностью принадлежит садовому центру Европлант и выдающемуся дизайнеру Наталье Завиди. Это тот цветник, который вы видите у меня за спиной. К этому цветнику я не имею никакого отношения, этот цветник мне дан в назидание. То есть теперь я знаю, как надо. Второй проект, который Андрей вам тоже представлял, это было то, что я бы назвала Альпийской горкой по невежеству. Теперь я знаю, что это не она, но я буду продолжать это так называть, потому что я стараюсь поздно переучиваться. Есть очень хорошее слово, очень прекрасно, он называется Рокарий. Рокарий можно назвать все, что угодно, в чем лежат камни. Лежат камни, прекрасно, прекрасно, почки. Вторым проектом был так называемый Рокарий, который я до знакомства с Андреем и с садовым центром Европлант сделала сама в меру своего невежества. И Андрей счел, что необходимо его слегка подредактировать в соответствии с нормами морали. Эти два проекта показывают нам, как нельзя более явственно, к чему приводит невежество. И дилетантизм. И дилетантизм, и самонадеянность. В сочетании с самонадеянностью. Мага, ну не так уж плохо, мне кажется. Вот лично я своей работой доволен, честно скажу. Я вас понимаю... Это мой дебют на рынке был, понимаете, как в одном фильме. Я вас понимаю, до вашего знакомства я этим своим дебютом тоже была довольна. Ну, когда есть с чем сравнивать, да. Когда есть с чем сравнивать, то все остальное кажется уже совсем не таким... совсем не таким большим достижением. Потому что, когда я смотрю на тот цветник, который у меня за спиной, и когда я смотрю на все свои остальные ухищрения, которые мне еще позавчера казались совершенно выдающимися, теперь мне уже как-то не по себе, как-то грустно. Я поняла всю беспочвенность своих притязаний и всю глубину своего чего? Дилетантизма? Ну, это само собой. Чего? Нет, да, Малка, на самом деле все отлично. Мы во многом опирались на ваш вкус. И у вас было огромное количество модных растений, вот то, что называется, нововолновых растений. У вас посидели осоки и дербинники, и котовники, и шалфеи. Это все сейчас модно. Это получилось совершенно нечаянно. Я о трендах не имела вообще никакого понятия до знакомства с этим господином. Как-то интуитивно это знание ко мне поступило непосредственно из ноу-сферы, потому что, когда я покупала растения для своих экзерсисов, я интуитивно выбирала именно те, которые потом оказались в тренде. Я их выбирала, потому что они самые дешевые. То, что привезли вы, я даже нигде никогда не видела, потому что в тех питомниках, где я покупаю, таких растений нет и быть не может, поскольку садовый центр Европлант – это не рядовой питомник, а несколько совершенно особенных. Нет, некоторые, да, исключительно наш специалитет, многие растения, их на самом деле, может быть, нигде не купить. Вот я это сразу заметила. Чему меня научил этот Куан? Чему меня научил этот бесценный эксперимент? Во-первых, я наконец осознала то, что мне до этого лишь мерещилось как-то интуитивно. Я наконец осознала, в чем состоит принцип устройства элегантной клумбы. По крайней мере, то, что касается ее современного варианта. До знакомства с этим господином я пребывала в заблуждении, что красивый цветник – это цветник, в котором между цветами нет никаких промежутков. Таково было мое убеждение, потому что, когда я видела цветы, растущие в шахматном порядке, мне сделалось дурно. Я считала, что они должны расти единым целым, и там земли не должно быть видно. Это был мой главный принцип, по которому я засаживала все свои остальные клумбы. Меня очень быстро тут привели в чувство, потому что этот принцип, он совершенно не предусматривает такого феномена, как рост растений. Об этом я как-то вообще не задумывалась. Я размещала растения так, как они должны выглядеть на фотографии. Что, как выяснилось, очень глупо. Хочу отдельно сказать спасибо садовому центру Европлант за то, что помимо вот этого вот шедевра, который они создали здесь, в моих глазах буквально с утра до вечера, за один день? Два. Ну, что там было в первый день? В первый день мы кофе пили. Хотели за один день. В первый день мы кофе пили. А сделали за второй. Помимо вот этого вот шедевра садовой архитектуры, они мне дали огромное количество ценных указаний и советов, и рекомендаций, которые позволят мне. Мне все остальное, может быть, со временем тоже привести более или менее в приемлемый вид, потому что, когда я сейчас сравниваю вот это вот с тем, что там на креативе вела я, мне, конечно, стыдно за свои свершения. То есть я понимаю, что то, чем я гордилась, в общем-то, скорее, наоборот, позор. Во-первых, я еще раз подчеркну, у вас все было сделано со вкусом. Да, возможно, вам не хватило каких-то знаний и умений, но лично я тот же большой любитель камушков. Почему я так рьяно взялся делать эту горку? Потому что я тоже к нему неравнодушен. И я считаю, что мы с вами имеем полное право, не будучи ландшафтными дизайнерами, сделать себе горку и любить ее. Любим камушку, но будем любить камушку. Да, мы считаем, что мы имеем право на Ракарий, каким бы он ни был. И кому не нравится, могут не приходить. Потому что это же наш сад, он не ландшафтный, он наш маленький уголок, где мы немножечко можем реализовать свое творчество. У нас будет сад, который от Натальи Завиди и будет от нас с вами. А там посмотрим, кто победит еще, между прочим. Ну, я думаю, что у нас с вами нет никаких шансов, потому что то, что создано руками профессионала, оно имеет свойство переползать и распространяться. Потому что, как культура идет сверху вниз, от образованных слоев к необразованным, точно так же профессиональные знания, они имеют свойство проникать в народную гущу и ее облагораживать. Посмотрим, посмотрим, что скажут зрители. Я очень надеюсь, что им будет что обсудить. И ваши старания, и наши, и Наташи, и замечательных людей, которые трудились над этим проектом. Я надеюсь, что вам понравился этот формат. Если он окажется достаточно востребованным для вас, как для зрителей, мы обязательно повторим это. Возможно, с кем, кого вы хотите увидеть. Я надеюсь, что мало кого... И мы оба с нетерпением ждем ваших комментариев и, возможно, каких-то критических замечаний. Да, критические замечания мы всегда приветствуем. Мы их обожаем. Да. Всего доброго. Вы были на канале Европлант. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин